Вуаля! Посмотрите на эти фотографии и подумайте, на какой из них эмоции настоящие, а на какой фальшивые. Догадались? Только не подумайте, что я дурью маюсь. Я лишь повторяю эксперимент английского психолога Ричарда Вайзмана, который протестировал таким образом аж 15 тысяч человек. Запомните ваш выбор, и в конце программы вы непременно узнаете правильный ответ. А пока наука против интуиции. О мифах и не только, связанных с шестым чувством, с научной точки зрения, расскажет профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАМН Сергей Савельев. Снова здравствуй, Сергей Вячеславович. Здравствуйте. Поговорим об интуиции. Ее часто называют шестым чувством. А есть ли научное определение интуиции? Интуиция – это то же самое, если брать понятийный аппарат, то интуиция – это, как всегда, психологические ужимки и прыжки. Потому что, когда мне задают такой вопрос, психолог, я говорю, иди сюда. Так, сформулируй мне, пожалуйста, термин, которым ты, дружок, пользуешься. Интуиция. Это чего? После этого возникает кислая физиономия, и начинается там вихляние, начиная с XIX века начала. То есть формулировать это довольно сложно, как все психологические термины, потому что они обозначают некое как раз такое общее состояние, которое плохо определяется. Интуиция – это способ, не думая, то есть вы принудительно сидите, не думаете, так, вот есть дорожка, вот собака идет, вот она, если пойдет по пешеходной дорожке, она ее не собьют, а если не пойдет, собьют. Ну, то есть, а потом понимаете, что все равно собьют, если будет красный свет. Ну, то есть, вот вы так не думаете. Вы просто смотрите и думаете, ой, только бы не сбили собаку, да, ну, вот так. И чувствуете, а вот, наверное, сейчас собьет, да, и шлеп или кошку, и задавил на ваших глазах. Вот как на этом простом примере, ну, когда вы видите событие и его предсказываете. То есть, ну, во-первых, вы боитесь, за животное вам его жалко, а во-вторых, предсказываете результат, он совпадает. Ну, во-первых, таких предсказаний у вас обычно за жизнь там бывает сотни, но запоминаете вы то, где угадали, потому что доминантность, понимаете, надо поощрить себя. Такой я умный, такой тонко чувствующий личность, что чисто и вранье. Но, тем не менее, что же происходит? То есть, если вы предсказываете некоторые события, не думая, не напрягаясь специально и не высчитывая пошагово события, что делать полезно иногда, потому что трехходовки обычно ни одно начальство не просчитывает, советую. А четырехходовки – это уже высший пилотаж, они просто не понимают этого. То есть, если вы ничего не рассчитываете, а просто поступаете, как говорится, как на сердце легло, или как там, как рука, все это все, вам кажется, что вы это делаете не думая, и у вас развитая интуиция. Ничего подобного. Дело в том, что как раз в основе интуиции лежит та самая лимбическая система, о которой мы говорили, то есть древние центры инстинктивно-гормональной регуляции поведения. Но наш мозг эволюционно возник как раз из этой системы. Здесь есть один фокус. Дело в том, что вот эта наша вся кора с бороздами и звильнями возникла из самого подлого, из подлой области человеческого мозга. Дело в том, что когда наши далекие предки, которые были еще похожи на таких ящериц, только появлялись, у них возник очень интересный орган, называется омироназальный. Орган полового обоняния, который сидит у нас на носовой перегородке, вот здесь. Якобсенов. Якобсенов, ну можно якобсенов, вообще в омироназальный, потому что в омир – это сошник. У многих он есть, у птичек нет, кстати говоря, поэтому в курятнике так ароматно. Но у нас есть, все в порядке. И этот орган, он же ведь интегрирует что? Половое обоняние. А возник он только в связи с выходом наших далеких предков 250-270 миллионов лет назад на сушу. Да, вот это все замечательное событие привело к тому, что нужно этот орган было обслуживать. Полового обоняния. Как унюхать самочку? Как вы можете без омироназального органа унюхать немытые подмышки девушки? Или паховые области, где образуются половые феромоны? Никак. А зачем? Ты же видишь, что это самочка? А возбуждение, а эрекцию как вам получить? Не получите от одного вида. В том-то и дело, что... Простите, но порнография же существует? Никаких омироназальных органов для этого не нужно? У малолетних почитателей порнографии, как правило, достаточно показать голую коленку, не то что попку. И все будет хорошо. Это другая история. А вот когда постарше уже, уже гормонов чуть-чуть поменьше, тут уже это не работает. Так вот, в омироназальный орган его надо обслуживать было мозгу. Естественно, такое сложное дело. Змеи там не питаются, многие животные вообще размножаются в моноциклике один раз. Вот если мыши такие, в которой там самец живет год, полтора, два, а потом в конце концов начинает размножаться, спаривает сразу с рака самками и умирает от инфаркта. Вот это настоящая мужская жизнь. Тут можно позавидовать до известной степени некоторым этническим группам. То есть 40 самок покрыл и умер. Настоящий мужчина. Так вот, дело-то в том, что на этого омироназальный орган, он, обслуживать его было нечем. Это же обонятельная система. А она уже была занята. То есть те структуры обоняния, которые у нас есть, основного, они были уже в деле. А здесь половое обоняние надо было интегрировать со всеми основными участками мозга. Но надо самку не только унюхать, надо на нее как-то забраться, ну или там полить сперматозоидами, то есть как-то использовать. И вот для этого, для интеграции этого сложного поведения возникла надстроечка в головном мозге, небольшая, маленькая, которая обслуживала у рептилия твомироназальный орган. А у нас с вами, он превратился в ту самую кору с бороздами извильными. Поэтому все наши интеллектуальные деятельности проходят через половой фильтр. Ничего хуже придумать было в эволюции невозможно. То есть получается, что это расхожая фраза, что мы думаем, простите, мужчины думают членам, это правда? Ну, когда гормонов много, это точно правда, потому что ничем другим обычно не думают, судя по тому, что делают. А все остальное только средства. Я же говорил, еда, размножение, доминантность. Все вот на самом деле, может быть, еда, доминантность, потом размножение. Понятно, зачем доминантность, чтобы побольше самок. Зачем много еды в смысле денег? Ну, для того же. То есть, но это все дело-то в том, что мозг наш сформировался как раз из-за зачатка представительства вомеро-назального органа. И таким образом поначалу он интегрировал все поведение наших далеких предков именно для того, чтобы половая система работала идеально. Потому что цель любого организма на этой планете очень простая – получить потомков побольше, оставить свой геном любой ценой. Вот в этом все дело. Поэтому, когда мы говорим про интуицию, надо понимать, что наш неокортекс вырос из половой системы. Несмотря на то, что мы все думаем о том, что мы думаем мозгом. Да, мы пропускаем все наши мысли, фильтруются через систему контроля полового поведения в той или иной форме. Если бы у нас сложился неокортекс, например, зрительная система, ну, понятно, это другая была бы история. У нас интуитивные решения для нас так важны. То есть, как сложилась система глобально? Глобально очень просто сложилось. У нас вырос неокортекс, который продублировал все функции, которые уже были в мозге. И зрение, и осязание, и моторные центры, и слуховые центры. Все перенеслось. Но это оказались высшие функции. А остальное, вот эти древние центры, которые еще у рептилий были, они приняли на себя автоматические функции. Мы же не думаем о том, как бутерброд проталкиваем. Вы съели сосичку, и вы думаете, так, сначала налево, потом направо, потом пониже туда спустим. Это происходит автоматически. Вот, не само, а там сложнейшее, аурбаховское сплетение, там нервы работают. Если из кишок вытряхнуть нервную систему, то и окажется больше, чем у вас в голове. Это огромная по объему система, которая работает автономно. Поэтому название такое. У нас что получилось? Вот этот неокортекс – это надстройка над древними такими же центрами, чтобы интегрировать исключительно половое поведение. И только у человека в связи с началом искусственного отбора – это отдельная тема, которой мы не будем касаться. То есть дело в том, что мы сами и кролики, и сами экспериментаторы, которые кроликам сворачивают голову. И мы производим церебральный сортинг, то есть отбор. Это механизм эволюции человечества. Человечество само эволюционирует на себе, по сути дела. И поэтому за 4,5 миллиона лет мы всего-навсего добились таких результатов. Но это отдельная тема. А для нас сейчас важно, что основой интуиции являлось то, что лимбическая система, которая руководит поведением большинства животных, она использует неокортекс, корой ту самую, которой мы думаем, что мы думаем, использует просто как библиотеку, в которой мы находимся. То есть есть проблема та или иная, выдергивается из вашей памяти, из вашего личного опыта, из опыта, подчеркнутого из книг, которые нас окружают, некое решение, которое используется опять древней лимбической системой. Цели все те же самых три, которых я не буду повторять. И ничего другого. Поэтому наш неокортекс, он на самом деле приспособлен как библиотека Конгресса США для того, чтобы получать справки для древней обезьяни системы управления поведением. Поэтому оно так хорошо его маскирует. Потому что вы смотрите, человек, вот смотрите, вроде бы он целеустремленно помогает бедным, кормит голодных. Вроде бы все хорошо. А потом выясняется, что благодаря этому добрый этот американец получает скидки на свои налоги, добился того, что залез под юбку известной актрисе или еще чего в таком роде. То есть он создает себе биологическую выгоду. Три функции. И это то же самое. То есть интуиция, созданная нашим мозгом, это способность лимбической системы выдергивать опыт не только вашей личности, но и всего человечества для решения ваших частных биологических задач. И просто одни люди пользуются своим мозгом, если он достаточно изощрен тем, чтобы просчитать ситуацию, вычислить. И ведут себя так. А если у них мозгов хватает, они учтут все переменные. И это очень эффективно. Но в большинстве случаев такой поступок невозможен, потому что энергетические затраты на обдумывание процесса столь велики, что мозг не позволит это сделать. Он скажет, да плюнь ты, поступи интуитивно. А я тебе сейчас косячок. В смысле канабиоиды, опиоиды эндогенные, окситоцинчика подброшу. И будешь ты счастлив. Зачем думать? Не надо. Вот и большинство так и отказывается на полпути. Поэтому все время мы видим такие странности в поведении. Вроде рассчитал, рассчитал, а в конце поступил как полный дурак. Правильно? Правильно. Почему? Дыхалки не хватило. Мозг смог его уговорить не думать, скажем так. И человек не думает. То есть интуиция – это на самом деле самый естественный способ решения человеческих проблем, который у нас просто в силу того, что у нас мозг очень большой в результате искусственного отбора, мы стали им пользоваться не по назначению. Думать, придумывать всякие гадости. Книга печатания, колесо, Феррари. То есть, по сути дела, человеческое мышление, особенно произвольное, с чего мы начали разговор, оно является артефактом эволюции, а не его следствием. И большая часть человечества к нему никогда в жизни не обращается. Да и не надо этого. Но зачем? То есть логика – это как раз следствие, и значит, логика – это антоним. Логика к чему? Логика к чему? Логика вести биологическую жизнь – это своя логика. А, как правило, не биологические поступки, они абиологичны. Он говорит, ну смотри, ну зачем он делает это? Это же ему никакой выгоды нет. Значит, первое, или мы обсуждаем очень умного человека, который схитрил так, что там четыре слоя, или это тот редкий случай, который может быть и на самом деле такой. Но я такое почти не встречал. Ну, за редкостью, да. Но все-таки вы оставляете какой-то процент. Нет, но всегда есть шанс, что на навозной куче вырастет нарцисс. Что ж, получается, вот эта знаменитая расхожая фраза «отключи мозг и прислушайся к сердцу» – это просто отдохнуть мозгу? Нет, это говорится так. Если у человека мозгов не хватает для того, чтобы решать такую проблему, то, или иную, ему дают такой совет. Понимают, что он рассудочным способом, то есть расчленив ситуацию, ее не может, ну, мозгов не хватает, опыта не хватает жизненного, не хватает начитанности, наслушанности, воспитания, образования того. Но он может, возможно, может решить ее, просто не думая ни о чем, поступая, как говорят, интуитивно. То есть что, воспользоваться всем неокортексом за счет лимбической системы, не осознавая это. Но это может получиться, а может не получиться. Потому что если противник или противоборствующая страна будет пользоваться рассудочной системой, то быстрее всего этот человек попадется. Почему? Потому что интуиция, она все-таки у нас имеет глубокие обезьянные корни для решения вот этих трех известных проблем – размножения и доминантности. А если проблема будет посложнее, вот этой интуиции, инстинктивно-гормональной регуляции может не хватить. Поэтому большинство людей, переходящих на интуитивные такие вот отношения, обычно прогорает рано или поздно. Потому что мир слишком искушен, и неглупых людей довольно много. И они так удачно пользуются глупыми, вот этими интуитивными, что просто любо-дорого смотреть. А как насчет интуитивных предчувствий? Ну вот бывает так часто, что человек с человеком что-то случается, а он думает, я же об этом думал. Но ведь бывают, например, случаи, когда вот летчик, например, вот он чувствует, что что-то с его мотором не то. Вроде проверил, вроде все хорошо, а потом бах и падает. Это же какая-то интуиция срабатывает все-таки? Это интуиция очень своеобразная. Дело в том, что у нас, там, у журналистов пять органов чувств, а у нормальных людей где-то около 18. Ну вот. Ну, так сложилось. Потому что обычно журналисты говорят о пяти органах чувств плюс астральный хвост. В общем, это все смешно, потому что у нас только в слуховой, только в вестибулярном системе. У нас там слуховая система, рецепторы углового ускорения, то есть динамические, когда там быстрее, медленнее ускоряешься, и линейного. То есть три рецептора только во внутренней мухе, которые... У нас около 35 типов рецепторов кожи, давления, прикосновения на каждую область вибрации. То есть у нас очень много органов чувств, которые мы не осознаем, а ими пользуемся. То есть у нас вот эта автоматическая рецепторная система. Но, например, у человека есть даже металлопротеины, которые позволяют нам ориентироваться в электромагнитном поле Земли. Но мы об этом не думаем, потому что в таком электрическом окружении, конечно, они, мягко говоря, плохо работают. Но если убрать все это, то человек обладает такой чувствительностью. То есть у нас есть масса, масса органов чувств, которые никакие не секретные, никакие не мистические, самые тривиальные, но которые мы не отдаем отчет о том, как они работают. И поэтому то, что они воспринимают, мы этого не понимаем. Как в омироназальный орган уже упомянутый. Мы же запахов не чувствуем. Мы видим хорошую девушку с кривыми ногами, страшный, как смертный грех, лохматыми ножками, с отвратительным лицом. Но мужики вокруг нее порхают. В чем дело? Потому что она издает в омироназальным органам половые феромоны, которые мужики ощущают. Они вьются вокруг нее. Этого возбуждения достаточно, чтобы испытывать общую любовь с мужской половиной. Но запахов-то мы не чувствуем. Мы говорим, ну, нравится, не могу ничего сделать. Да, кривая, лохматая и покляпая. Изюминка в ней есть. Изюминка называется немытой подмышкой и паховой области, которую унюхал наконец-то и возбудился. То есть это такой же орган чувств, который мы не контролируем. Он сразу действует то, что называют в психологии на подсознание. И таких органов чувств много. И поэтому, когда там летчик, еще кто-то, он там, простите, есть вибрация адаптивная. Вы в электричку садитесь, там вас трясет. Есть вибрации, к которым вы быстро привыкаете, к которым медленно. То есть адаптация быстрая и медленная. И поэтому многие тонкие изменения, тоже механические в самолете, он потрясывает, он не понимает, что происходит, но чувствует механорецепторами, которые не идентифицируют. И тогда у него возникает интуитивно, как у любой нормальной обезьяны, которая сидит на ветке. Понимаешь, ну сейчас ветка обломится. Что-то здесь не то. Надо смываться, пока не поздно. Если он достаточно опытный человек, он будет смываться. Вот это и называется предчувствие. Когда вы пользуетесь органами чувств, о которых не даете себе отчет, но эти органы чувств символизируют, складывают, берут в себя и передают в ваш мозг весь опыт эволюции ваших приматных предков. И тогда это срабатывает очень часто. А как сказать, накачать их можно? Как-то развить в себе? Нет, вы или отказываетесь от рассудочной деятельности, тогда живете как 14-летняя девушка. Весь такой тонкий и прозрачный, нежный и отзывчивый. Или вы думаете. То есть, к сожалению, развить это можно только, если у вас есть специфическая профессия, как у летчика-испытателя, когда вы должны все время рисковать жизнью. Если вы что-то не так почувствуете, это может стоить вам всей судьбы. Поэтому это пользоваться в человеческом обществе, где хоть кто-то думает, а то, значит, вас обманет наверняка, значит, этим очень опасно. Но, как мы выяснили, не так уж их много. Тех, кто думает. Да, те, кто думает, но они представляют опасность. Они организуют тех, кто не думает, в шайке и начинают грабить тех, кто не думает вообще никогда. Это отличный бизнес в интернете. А есть ли связь интуиции и зеркальных нейронов? Зеркальных нейронов никаких нет. Это выдумки одного дурака итальянского, который просто, будучи, прожив много лет в России, значит, взял ленинскую теорию отражения и выдал ее за научное открытие, когда его пытались выпереть на пенсию. То есть это чистая панама. Никаких зеркальных нейронов не существует. Все это ахинея, полнейшее умозрительное рассуждение. Но получается, что интуиция развита больше у людей взрослых, да? Чем старше ты, тем больше у тебя опыта за спиной. Нет, нет, нет. Интуиция эффективная. Дети, они тоже отлично пользуются интуицией. Хотя у них еще ни аккордов, может быть, не развит. Ну что, вы не видели детей, которые родителей воспитывают как собак, к ноге, там, уже в 6 лет, за счет лимбической системы и опыта наблюдения за поведением родителей, накопленным, они ими рулят, как хотят. Я много раз видел. Интуиция, они вообще за счет лимбической системы живут. У них еще и не аккордов не сложился. Они отлично пользуются этим всем. Конечно, с точки зрения жизни в обществе взрослых людей, конечно, чем человек старше, ну, пока он не впал в маразм, конечно, значит, и, так сказать, в расцвете лет с 30 до 50, конечно, такие люди обладают преимуществом. Но для этого надо свой мозг чем-то загружать. А если его будут закружать только черной икрой и бутербродами, которые подают длинноногие блондинки, то там сильно он не поумнеет. Знаете, у меня был такой профессор, Софья Борисовна Зугаева, знакомая, когда я был еще мальчишкой. Она говорила, люди не меняются. Молодой мудрец станет старым мудрецом, а молодой дурак станет старым дураком. Так вот, она говорила, все, выпьем за молодых мудрецов. Поэтому, вы знаете, если мозг приспособлен к тому, чтобы человек занимался интеллектуальной деятельностью, а это отдельный разговор, называется изменчивость и гениальность человеческого мозга, это отдельная тема, то он и в молодости, и в старости будет достаточно способным. А вот если конструкция его мозга как бы для этого не приспособлена, он так и будет интуитивным, бабуином. Хотя может сделать большую карьеру, особенно если родители там в Министерстве экономики. Большая карьера и наличие хорошего мозга, интеллектуального, да, никак не связаны. А как насчет женской интуиции? Вот уж о чем говорят много. Ну, конечно. А у женщины просто почти не пользуются рассудочной вот этой системой, неокортикальной. Они предпочитают лимбическую. А проще? Энергозатрат. Дело в том, что женщины заточены все-таки на репродуктивный результат. И это проходит красной нитью через всю жизнь. Это и хорошо, и плохо одновременно. А раз так, то, значит, все, что приводит к потере энергии в той или иной... А мозг, это, как я вам говорил, это важнейшая энергетическая машина, которая в напряженном состоянии потребляет до 25% еды, кислорода, всего, кислорода даже больше, всего, что попадает в ваш организм. Женщины интуитивно, как мы говорим сегодня, экономят на этом, на всем. Поэтому бескрайние нужды, они свой неокортекс напрягать не будут. Почему женщины идут мало в физику теоретическую, в математику? Напряжение мозга колоссальное, а репродуктивный выход – ноль. Зато много куда на подиум. Значит, почему там напряжение интеллектуальное – ноль, а репродуктивный успех – полный? Ну и так дальше. То есть здесь можно бесконечно приводить эти примеры. К сожалению, это не говорит, что женщины плохие, а мужчины хорошие. Просто задачи разные. И использование аккортекса дорогое и непроизводительное, оно для женщин, как правило, не характерно. Потому что им детей рожать, их выращивать. Поэтому они экономят энергию. Это нормально. И к тому же, на женщинах, как известно, женское пьянство наиболее тяжелое. Это всем известно. А неужели вы думаете, что в отношении внутренних наркотиков, канабиоидов, опиоидов, там что-то по-другому? Конечно, так же точно. Подсаживаешься на собственные. Да, им так же трудно справиться с собственными внутренними эндогенными наркотиками. Поэтому они стараются экономить. Ну, разговаривайте с женщинами. Она же тут же вам вашу же фразу прилицованную отвечает. Почему? Потому что думать вредно. Энергетические расходы велики. Она рефлексирует вашими же словами, чтобы новые не искать. Ну и так во всем. Во всех мелочах. Это как бы тривиальная вещь. Но, к сожалению, наша биологическая разница диктует нам социальные поступки. Если я правильно понимаю, у животных интуиция тоже достаточно сильно развита. У них только она и есть. А вот у искусственного интеллекта, хотя бы в теории, могла бы быть интуиция? Искусственного интеллекта нет и не будет. Мы обозрим в будущем, потому что это чистая разводка на деньги компьютерных мальчиков. Потому что до сих пор вся эта компьютерная система, которая существует на этой планете, это бейсовский классификатор довоенной выделки. Повышается скорость обработки, повышается нейросеть. Это все вранье от начала до конца. Это архаичный принцип, использованный, связанный с подгонкой под результаты алгоритмизированных систем. Я эту тему хорошо знаю. Поэтому об искусственном интеллекте говорить нечего. То есть, если вы не хотите на этом заработать хороших денег. Потому что те принципы, которые положены в сегодняшний искусственный интеллект, так называемый, они на самом деле – это чистый бизнес-проект. И все построено на том, что просто вычислительная мощность возросла, память возросла, сравнение результата увеличилось, но до сих пор не могут сделать даже самообучающихся машин. Все это вранье и построено на подгонке под конкретный результат алгоритмов, которые используются. Искусственным интеллектом не пахло и не пахнет. Вообще никак и нигде. Оперирование базами данных и слежение за отдельными людьми, составление профилей, никакого отношения к искусственному интеллекту не имеет. Как распознавание лица. Они работают на уровне лягушек. Но это не интеллект. Потому что лягушка немножко получше устроена. Иначе говоря, интеллект невозможен по одной простой причине. Потому что системы связей в нашем мозге всю жизнь разрываются и формируются. Это и называется мышление и творчество. Искусственный интеллект не в состоянии распаивать внутри процессоров связи и образовывать новые. Поэтому ребята хорошо устроились. Это хороший бизнес по разворовыванию денег. А вот если создавать в искусственных интеллектах, надо создавать на совершенно других принципах. Которые, в общем-то, мне, например, известны. Но, к сожалению, никакого отношения к проектам, которые анонсированы, не имеют. Ну что же, резюмируя нашу беседу. Получается, если ты пользуешься интуицией, то ты делаешь себе не во благо это. Если ты среди умных, то не во благо. А если среди дураков, то нормально. Все так делают. То есть, иначе говоря, есть два решения вопроса. Один интуитивный, когда ты отдаешься интуиции полностью. И поступаешь только так. Это может быть достаточно эффективно. До тех пор, пока не стаслукнешься с умным. Есть другой вариант. Ты все рассчитываешь. Опять, это очень эффективно, пока не столкнешься с психопатом на интуиции. Или с тем, кто еще лучше тебя рассчитал. Ну или тот, кто лучше тебя думает. Но это уже соревнование другого рода. Это соревнование интеллекта. И тут даже, может быть, спортивный интерес. Спасибо большое. Не буду больше так просто пользоваться интуицией. Это опасно. Итак, правильный ответ номер один. В момент, когда мы делали этот снимок, фотограф спросил у меня, сколько будет 365 умножить на 748. Ну а остальные эмоции фальшивые. Ну а зачем этот эксперимент проводил его создатель, Вайзман? Для того, чтобы ответить на простой вопрос. Действительно ли женская интуиция лучше мужской? Для начала, в ходе эксперимента, подопытных попросили самих оценить свое шестое чувство. И, конечно, барышни лидировали. 77% женщин и только 58% мужчин сказали, что обладают хорошей интуицией. Но результат был иным. Искреннюю улыбку смогли определить 71% женщин и 72% мужчин. Значит, разницы никакой нет. Не ведитесь больше на слова жены о том, что она нутром чует вашу ложь. Субтитры сделал DimaTorzok